Привет, ребята! Вы находитесь на канале Android and Windows полезные советы и сегодня будет немножко такое коротенькое видео, в котором я вам расскажу как можно увеличить оперативку на вашем смартфоне. Я думаю, многие сталкиваются с этой проблемой, потому что не у всех, к сожалению, топовые смартфоны, не все себе это могут позволить, да и на топовых смартфонах я вам хочу сказать, если всем этим делом не заниматься, не чистить, все это начинает подтормаживать, потому что современные приложения жрут настолько много, что просто можно офигеть. Особенно это касается таких прожорливых красавцев, как TikTok, Instagram с его масками и так далее. То есть, в целом, конечно, оперативки нужно много, не зря ее производители так многое добавляют в наши смартфоны. Итак, для того, чтобы очистить и увеличить оперативку нашего смартфона, нам понадобится приложение Memory Viper. Ссылка на него будет в описании под видео. Скачиваем, устанавливаем. Надеюсь, с этим проблем у вас не возникнет. И смотрите, у меня всего 4 гигабайта оперативной памяти на смартфоне, и сейчас у меня свободно 1.477. Ну, данный объем постоянно прыгает. Смотрите, что делает данное приложение. Данное приложение – политика. Как минимум, сколько вам нужно постоянно первая настройка, которую вы должны выставить. Это политика. Сколько вам нужно постоянно свободной оперативной памяти? Зачем это делается? Это делается для того, что данное приложение постоянно будет подчищать данное количество оперативки, чтобы оно у вас было, так сказать, в резерве, в запасе. То есть, вот, например, у вас, чтобы постоянно из 4 гигов было там 1200 свободно, чтобы если вы открыли какое-то приложение, то вам хватило на его полноценный функционал. Поэтому ставим здесь, как вам удобно. Но я советую вам поставить 50%. И также важная настройка. Не буду вникать, подробно все рассказывать, потому что довольно сложно. Это размер блока. Чем больше вы будете ставить размер блока, тем больше, соответственно, будет увеличиваться оперативки. Ну, вот эти цифры комбинируем, и все это будет увеличиваться. Теперь, после того, как вы это сделали, нажимаем «Очистка памяти» и происходит очистка оперативной памяти. Сейчас все ненужные данные, он из нее сотрет, как вы видите, это и произошло. И теперь у меня уже более 2000 свободной оперативки в смартфоне. То есть, я могу пользоваться, соответственно, запустить какое-то энергоемкое приложение, которое требует много оперативки. Ну, например, игру. Или, кстати, если у вас вылетают приложения, вы можете все это дело делать. Вот так вот проделывать, очищать свою оперативку по максимуму. Вот тут поставить даже там 90%, очиститься максимально, и после этого сразу запускать игру. Это позволит вам избавиться от лагов, а также ее вылетов. Тут же, вот смотрите, если назвать три точки, есть настройки. Советую вам здесь поставить триггер событий, то есть запускать очистку по событиям, когда экран выключен, то есть, когда вы смартфон заблокировали, он будет все это дело чистить. Или запускаться во время включения экрана. Например, то есть, вы включили экран, нажали разблокировать, он запустился, сразу все почистил, и у вас телефон максимально готов к работе. То есть, у него максимально много свободной оперативной памяти. Ну, тут есть еще куча настройок, автоматическая чистка и так далее, порог. Ну, тут, я уверен, вы сможете сами все это дело почитать, установить для себя необходимый, нужный порог, который нужен конкретно вам. Также потестировать для себя, какой порог лучше всего подходит. Там, например, если вылетают приложения, то, как я уже сказал, поставить там 50%, а вы потом увеличивать. И посмотреть, вылеты и лаги, конечно же, должны пропасть. Ну, показывать уведомления, все это уже на ваш вкус, так сказать, сами себе настроите. Вот такое вот неприхотливое, крутое приложение, которое позволит вам увеличить оперативную память на своем смартфоне. Если у вас вдруг остались какие-либо вопросы, задавайте нам их в комментариях, и не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Там мы отвечаем на все ваши вопросы более подробно, детально, потому что в комментариях на YouTube сделать это более сложнее. Там вы можете нам скриншоты свои какие-то прислать или еще что-то. Поэтому обязательно туда заходите и подписывайтесь. До новых встреч! Не забывайте нажать на колокольчик.